приветствую друзья и гости канала и все больше и больше у меня запросов многие хотят домик и знаете у меня тоже есть такой клиент с новокузнецкой он говорит макс дом без гаража это долбанное извращение я с ним соглашусь ну реально согласен иногда гараж хочется да например там купишь и купил себе водный мотоцикл купил себе например квадроцикл в конце концов или просто обычный мотоцикл представляет себе в сочи можно на мотоцикле кататься 361 году давайте посмотрим с вами интересный домик по традиции я сейчас вам сразу озвучить цену и озвучив метраж площадь дома 350 квадратных метров находится этот домик в коттедже поселке высота 1122 6 соток чистовая отделка газ вода электричество и цена 42 миллиона рублей поэтому если кто-то хочет вот такой домик вот такой да за 5 миллионов рублей ребят это вам не сюда можно такой домик купить в орске в новотроицке еще где-нибудь в красноярске вполне возможно а еще его в омске да можно купить в омске мне сказали что как раз продают дом 300 метров за 3 миллиона рублей и он никому даром не нужен давайте посмотрим с вами что бросается в глаза первое это конечно же гараж нормальный полноценный гараж где можно разместить два автомобиля и гараж это теплый хотя для сочи не актуальным но мы сами находимся между сочи и конечно между чего много и между красной поляны до красной поляны 15 минут ехать до олимпийского парка 20 минут что мы видим с вами хороший полноценный гараж единственное что я наверно скорее всего эту стенку бы убрал бы но не нужна она здесь и сделал бы гараж еще больше единым целым потому что например то же самое квадроцикл тоже самое на цикл может загонять сюда не с такую узкую дверь а здесь поставил бы для автомобилей потолки высокие ну либо если вы купил он может эту часть пожертвовать для того чтобы можно было здесь сделать например ну элементарно гостевой дом любом случае дом для гостей получился просто шикарный и гости смогли подниматься гости давайте еще раз пока посмотрим что же здесь вот по территории что же у нас здесь может быть на 6 соток земли вот мы здесь у нас деревья уже высадили сделать придумываю территорию виноград в общем все хорошо все супер все я считаю сделали отлично опять же да газ не сильно бросается в глаза сделано все аккуратно вдоль забора я считаю что в этом отношении доставщик молодец покрытие шикарная опять же да есть место где можно помыть ручки и конечно же есть у нас еще помещение там где у нас располагается вся инженер это вода накопитель на всякий случай и газовый котел здесь не знаю можно поставить стиральную машинку можно еще что-то сделать а можно например как это принято вот сюда прям ставите не за сушилку для вещей и здесь все высушивать соответственно давайте попробуем через представим себе что мы приехали открыли кнопочки ворота заехали поставили свой прекрасный автомобиль и теперь потихонечку поднимаемся на верх и так мы были с вами в цоколе первый этаж что же он из себя представляет имеется вот такая у нас терраса с которой просто потрясающий вид ну и конечно если вы пришли пешком то вы можете через эти ворота проехать может тот мог нифига себе сколько места а смысл тогда в гараже надо сделать гостевой дом я с вами согласен это уже решит собственник жилья который купит этот прекрасный домик потому что вот здесь парковочных мест хватает за глаза и если вдруг приехали гости и для гостей хватает парковочных мест давайте посмотрим с вами тоже за глаза вот и приехали поставили и нижним этажом цоколем воспользовались но мы давайте потихонечку воспользуемся двести предъемством и посмотрим что же здесь такого интересного у нас имеется поэтому что это у нас санузел гостевой входная группа хорошие широкие двери потому что я понимаю что покупает данный дом скорее всего сюда будет завозить просто огромнейшие диваны и так далее чтобы все это могло было сюда занести вы воспользуетесь вот этими дверями холл большой здесь же можно поставить шкаф с правой стороны комната для мамы для ваших сто процентов для нее и она остается довольна ну и здесь мы попадаем с вами какую-то зону кухни да она небольшая я вот согласен она небольшая но многие в таких домах им не нужна большая кухня и вот здесь вот попадаем в зону столовой гостиной столовой гостиной знак по другому они есть не позволяет никого ты не можешь столовой гостиной вот смотри я увидел вас просто hidro crustota на место в кухне томи ведь туда рукой Я бы, скорее всего, постарался бы расширить ту же самую кухню-гостиную. Либо бы сделала просто кухня, столовая, а вот это отдельный зал. Кухня, столовая, зал. Все, да, с одной стороны приятно, готовишь, смотришь на горы, уже видите, зелья появляется. И скоро здесь будет совсем, даже очень хорошо. Ну, давайте тогда поднимемся с вами на второй этаж. Лестница сбоку, не как у всех посередине. Поднимаемся, лестница бетонная. И вот тут мы с вами попадаем в первую спальню. Хорошую спальню. Я здесь после раз за своим санузлом. Хорошая, просторная, ну и балкон, конечно же, есть. Здесь везде заморчик одинаковый. А вот здесь рядышком тоже в этом доме будет поставить такой же красивый. Классная спальня. Большая, просторная. И вот здесь мы с вами попадаем в еще одну спальню. Ну и по логике понятно, что, наверное, эта и спальня, и должна быть хозяйская. Потому что она просто огромнейшая. Посмотрите, просто огромная. С огромным санузлом, куда встанет у нас и, не знаю, и душ, и душевая, и джакузи, и все остальное. Ну, кстати, да, две комнаты всего лишь. Поэтому, если у вас есть третий ребенок, то мы его куда выкинем, все явно. Он у нас пройдет на третий этаж. А третий этаж у нас мансардного типа. Но за счет этого мы можем с вами много чего здесь придумать. Ну, во-первых... Да, максимум, я сначала попробовал многое наступить. Можно здесь сделать полноценные спальни. Как минимум две. Одна, вторая. Можно сделать одну спальню. Можно сделать место, где можно появляться бильярд. Можете сделать все, что угодно. В целом, площадь здесь, кстати, хорошая. Мне даже крыша понравилась здесь больше, чем на предыдущем доме. Здесь же вот можно сделать санузел. Вот, все, что угодно можно сделать. Нет, прикольно. Прикольно, хорошо и комфортно. Много чего здесь можно сделать. Мне лично здесь нравится. Да, если вдруг вам не хватает спальни, то я думаю, что есть прекрасная возможность сделать две детские комнаты наверху, и ваши детишки будут довольны. Притом, здесь можно им сделать и гардеробную, здесь же можно сделать и санузел. В общем, можно сделать все, что угодно. Вот это основание здесь бетонное. Ну и в целом, посмотрите. Ну, хорошо сделано. Не прикопаться, не придраться. По итогу, что мы с вами имеем? Имеем домик с хорошей, полноценной кухней-столовой, с залом. Давайте я еще раз здесь посмотрю, что у нас здесь сделано и как. Еще раз просто хочу подумать, пофантазировать, что здесь можно было сделать. Да. Все, я разобрался. При желании... Посмотрите, видите, тут чистовая отделка, и уже, да, ты думаешь, все равно не устраивает. Например, если бы я делал себе, то я бы все-таки предпочел бы три спальни на втором этаже. Потому что это классическая компоновка. Если вдруг продавать, такой дом изрядчику уйдет быстрее. Поэтому 100% бы я бы, скорее всего, вот здесь вот санузлом частично бы повращался бы, вот с этой стороны и сделал бы вход. Потому что именно сделал бы вход с этой стороны вот сюда. а вот здесь бы я тоже немножко подвинул бы стенку и все-таки оставил бы вот здесь одну спальню. Даже вот с таким окном. Обычно нормальное окно. И сделал бы вторую спальню, чуть поменьше. Вот с чего же бы три спальни. Ну, это моя больная фантазия. Давайте спускаемся вниз. Будем проводить итоги. Что мы имеем? Имеем дом с цоколем, где у нас полноценный гараж. Имеем с вами полноценный первый этаж. Имеем с вами участок земли 6 соток. Имеем с вами предчастовую отделку. Остается только сделать отопление. Провести по полу с количеством тёплые полы. Просто-напросто оштукливать стены. И нагреть обои. Либо покрасить. Электрика вся сделана самое главное. И по времени займет это ни много ни мало. Наверное месяца полтора. Потому что всё-таки стяжки надо будет высохнуть. Если начать делать ремонт именно с отопления, то будет всё хорошо и комфортно. По итогу такой красивый домик. Интересный домик. И знаете что я вам скажу? Скорее всего бы я бы себе заказывал дом да я думаю чего же мне не хватает? Вот эта комната особо не нужна была бы. И я бы убрал бы вот здесь монолит над всей этой комнатой. И лучше бы себе оставил второй свет ребят. Вот что же мне не хватает? Мне не хватает. У меня еще ни разу не было дома со вторым светом. И вот тем самым эти оконные группы можно было хорошо сделать тоже. И получилось бы у нас этот зал именно там где мы отдыхали бы просто с панорамным видом вот на ту гору. Да сделал бы второй свет. Все ну чего же мне не хватает. Ну и посмотрите как все таки здесь все цивильно все хорошо сделано. Коттеджный поселок высота. Дом стоит 42 миллиона рублей. Полностью готов. Можно купить его в ипотеку. И это у нас нижняя часть коттеджного поселка. Здесь же могут вам под заказ домик сделать за 25 миллионов рублей на 6 соток земли. А если например вам захотелось сэкономить вы можете заказать домик. Он будет стоить 16 миллионов рублей на 4 сотках земли. Вот здесь сверху тоже расстояние небольшое. То же самое коттеджный поселок. тем самым вы сможете существенно сэкономить. Но не за 5 миллионов рублей. 16 миллионов рублей. Плюс если вдруг хочется кому-то под себя переделать сделать, то есть вот такие участки земли. посмотрите и вот вам могут под ваши например потребности сделать индивидуальный дом. Но будет все примерно в таком формате. Например я бы себе с большим удовольствием заказал типа такого домика потому что дом слишком большой для меня. И я бы наверное сделал бы второй свет. Хочу второй свет. Это когда высота потолков 6 метров. Просто хочется. И даже бы я сделал второй свет вот смотрите мы были с вами на первом этаже на втором и на мансарде. чтобы прям под конек крыши был бы второй свет. Вот я прям мечтаю об этом не знаю. Есть такая мечта фанатичная настроена и все я я сделал именно так. Поэтому если хочется экономить если хочется ну немножко подождать там буквально полгода то обращаемся с большим довольствием помогу осуществить вашу мечту. Находимся мы с вами в районе монастырь между Красной Поляной и Олимпийским парком рядышком с федеральной дорогой вот она идет вот она идет дорога и действительно здесь круто все. А теперь ребят всем пока и спасибо за просмотр. Извиняюсь концовочку я не сделал. Давайте все-таки посмотрим у нас проект и вот мы видим с вами здесь есть все распланированные участки коттеджи можно посмотреть где какая площадь минимальная площадь коттедж номер 3 соответственно это 110 квадратных метров жилой площади общая площадь 157 и остальные уже побольше поэтому место действительно интересное но не дешевое поэтому ребят если вдруг хочется закрытый коттедж поселок хочется одинаково быстро добираться и до моря и до Красной Поляны я рекомендую вам присмотреться к данному коттеджу поселку а теперь всем пока и спасибо за просмотр субтитры и до